Сдача в эксплуатацию сада Яслей в Кармановке откладывается. Контракт с подрядчиком будет расторгнут. Об этом заявил губернатор Ненецкого округа Юрий Бездудный во время выездного совещания по городским стройкам. Вместе с главой региона на долгострой побывала и наша съемочная группа. Ольга Руссул продолжит тему. Новый Ясли сад. Согласно проекту, здесь должны были появиться просторные теплые группы, музыкальный и физкультурный зал, кабинет психолога и многое другое. Сдать объект в эксплуатацию для самых маленьких жителей города, а это дети от года и старше, планировалось еще в ноябре этого года. Но пока открытие задерживается на неопределенный срок. Последний раз рабочих на этой строительной площадке видели больше трех месяцев назад. Объект заброшен, нет даже сторожа. А как происходит, чтобы на строе объекта даже сторожа нет? Ольга Руссул расширялся выезд с подрядчиком. Судя по всему, здесь кроме собак, в последнее время никто не заходил сюда. По словам исполняющего обязанности руководителя профильного департамента, перед подрядчиком была поставлена задача. Заколотить ставни, двери, обеспечить безопасность объекта. Но застройщик поручения попросту проигнорировал. Техническая готовность здания 54%. Здание не готово. На объекте люди не работают. Значит, нет полной комплектации. Да их здесь и не было похоже давно. Здесь их и не было, да, уже месяц как три. Материалы отсутствуют для завершения строительства. К слову, контракт до сих пор не был расторгнут. Только потому, что подрядчик попросил шанс на устранение недостатков. Мол, мобилизуют силы и наверстают сроки. Однако кредит доверия исчерпан. Красную ленточку перед входом в это детское учреждение должны были перерезать 15 ноября. Даю вам поручение. Во-первых, начать процедуру расторжения. Если мы увидим, что там какие-то нарушения, передать все эти документы в соответствующие органы правоохранительные. И в двухнедельный срок предложить какое-то решение, что мы делаем с этим объектом. Юрий Бездудный отметил, что вчера во время Госсовета президент обратил внимание в приоритете интереса жителей страны. А открытие этих яслей с нетерпением ждут самые маленькие горожане. К тому же объект входит в программу национальных проектов. Переменяйте санкции к подрядчикам. Это будет наука для всех остальных подрядчиков. Вот этот объект, он у нас на спроекте. Сюда дети должны были уже пойти. Напомню, что контракт на строительство яслей сада был заключен 9 января 2019 года. Стоимость объекта составляет порядка 109 миллионов рублей, из которых 36 – федеральные средства. Ольга Русул, Вадим Носкин, Телеканал «Север».